В школе нам всем рассказывали, что наш организм состоит на 75% из воды. Но мы никогда не задумывались о том, насколько это важный показатель. Я лично воспринимала это всегда как просто интересный факт, который следует знать. Но только становясь старше и уделяя больше внимания своему здоровью, я начинаю задумываться о том, насколько важно получать много воды, хорошей, качественной и чистой. Сегодня я попытаюсь убедить вас в том, насколько важно то, что мы пьем и в каком количестве мы это пьем. А я выписала себе небольшие шпаргалки и буду периодически в них поглядывать для того, чтобы ничего не забыть. Я приведу вам несколько пунктов, которые говорят о том, насколько важна питьевая вода в нашей жизни. И также о некоторых мерах предосторожности потребления воды, так как они тоже имеют место быть. Итак, без чего наш организм в принципе не сможет работать. Это в первую очередь сердце, конечно же. И если мы не будем потреблять достаточное количество воды, что я имею под достаточным количеством воды. Все знают такую прекрасную цифру, как 8 стаканов воды в день. Ну хорошо, я буду считать так, что это 1,5-2 литра воды в день или же может быть 6-8 стаканов. Я выпиваю примерно вот такую бутылку воды ежедневно и в принципе очень довольна. Что следует за тем, если мы не пьем воду каждый день, чистую воду. Я не говорю о чае, о кофе, о соках. Соки, чай, кофе не заменяют воду чистую, которая действительно служит в некотором роде топливом для нашего организма. За дефицитом влаги в организме наступает обезвоживание. Обезвоженный организм ведет себя крайне-крайне некрасиво, и поэтому этого следует избегать. Возможно, кто-то просто не придает никакого значения этому диагнозу, да, обезвоженный организм. Если мы с вами чувствуем жажду, это значит, что пора бить тревогу и наполнять организм влагой. Выпивая достаточное количество воды в день, мы облегчаем работу сердца и нормализуем кровяное давление. Иначе, если воды недостаточно, то тогда кровь густеет, соответственно, работа сердца в несколько раз усложняется. За этим следует повышение артериального давления. И, понятное дело, за повышением артериального давления следуют более страшные вещи, как, к примеру, образование тромбов. Или... мы не будем об этом разговаривать. Это слишком страшно, и до этого, я надеюсь, никто не дойдет. Как один из признаков обезвоживания, мы будем чувствовать усталость и вялость. Постоянную обезвоженный организм подвержен воздействию токсинов, как никакой другой организм. И поэтому, чтобы защитить свои клетки от воздействия вредных веществ и токсинов, и внешней окружающей среды, организм вырабатывает в некотором роде больше холестерина, что, естественно, не есть хорошо. Это, опять же, воздействует на стенки сосудов и, как следствие, на кровеносную систему. А кровеносная система должна быть в порядке для того, чтобы, в принципе, чувствовать себя хорошо. Хорошо. Далее. Наши с вами суставы, все тело, у нас везде суставы. И кому-то наверняка знакомо, когда они хрустят или когда они болят. Ну, если вам за 60, то, наверное, вы знаете, что такое боль в суставах. Когда организм стареет или же когда организм обезвожен, в нем становятся влаги все меньше и меньше. Вот эта вот межсуставная жидкость, она, собственно, образуется из той влаги, которую организм находит в себе, в своих запасах. И если же этой влаги, этой жидкости не будет хватать, то тогда начинается страшная боль, тогда начинается хруст, тогда начинаются проблемы какие-то вообще, в принципе, с ходьбой, с какими-то физическими нагрузками. То есть это невыносимо, этого следует избегать, конечно же. Обезвоженный организм вырабатывает желудочный сок очень неинтенсивно, вследствие чего возникают проблемы с пищеварением и стулом. И следующее, что за этим пойдет, это ожирение. Также, если человек хочет похудеть, ему, конечно же, необходимо потреблять большое количество питьевой воды ежедневно, для того, чтобы скинуть лишний вес. Поверьте, если вы начнете потреблять нужное количество воды в день, тогда вы почувствуете, что ваш метаболизм в норме, и, соответственно, у вас все в порядке с весом. И самое приятное, что следует за этим, это, конечно же, красивая кожа, увлажненная изнутри, потому что снаружи мы все с вами знаем, что питать кожу, если внутри все плохо, то бесполезно что-то пытаться с ней сделать, там чем-то мазать, чем-то брызгать, чем-то протирать, умывать. Точно так же, как отсутствие токсинов в здоровом организме, тоже прекрасно отражается на коже. Те же самые черные точки. Но за всем этим следует большое-большое «но», о котором следует также знать. Чрезмерное потребление воды вызывает отеки. Это ни для кого не секрет, что излишняя влага вызывает отеки. Также вымывают соль. А нам не зря говорят, что необходимо соблюдать водно-солевой баланс в организме. То есть, да, соль это плохо, но вот в таком количестве соль в нашем организме, она даже нужна. То есть, хорошо все, но в меру. Ну и помимо сердца страдает также жизненно важный орган – почки. Поэтому 6-8 стаканов, 1,5-2 литра злоупотреблять не нужно. И, конечно же, правила приема воды. То есть, даже не правила, а скорее рекомендации. Просыпаемся утром, идем сразу не в туалет, не в ванную. Идем на кухню, наливаем стакан воды. Если вы не забудете туда еще и лимонного сока добавить, то вообще хорошо. Попиваем стакан воды и идем делать свои утренние процедуры. После чего вы уже спокойно идете и завтракаете. Это хорошо, это разбудит ваш организм, это разбудит ваш желудок. Это даст вам энергию на весь день, и вы можете мне не верить. Вы можете сказать, да что, как это может быть связано с тем, как я себя чувствую в течение дня. Легко, вы просто проверьте, убедитесь в этом сами. Серьезно. Перед приемом пищи, то есть, не перед перекусом, а перед, например, плотным ужином, который у вас будет под вечер уже, да, выпивайте полтора-два стакана воды, и тогда вы съедите меньше, переварите лучше, и чувствовать себя будете намного счастливее, когда ваши килограммы не будут приходить и приходить и прибавлять. И, по-моему, это очень круто, и это очень легкий, в принципе, я считаю, способ, один из самых легких способов не прибавлять в весе, даже если вы любите побаловать себя какими-то продуктами, приготовленными не на пару и не обезжиренными, да. И, конечно, в промежутках между приемами пищи выпиваем водичку, постоянно пьем водичку небольшими глотками, не надо как слон пить, как будто, ага, я марафон пробежал, все, просто пьем, 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 тогда все будет хорошо, и в жизни все будет прекрасно, и тогда вы будете красивые, здоровые, вечно молодые. И, конечно, в заключение добавлю, что очень многие люди считают, что это очень глупо тратить, например, 120 рублей за бутылку воды. Ну, как сказать? Возможно, возможно, это и глупо, возможно, это не есть правильно, но я все-таки склонна считать, что лучше вкладывать сегодня в свое здоровье, нежели мы будем вкладывать завтра еще большие суммы в визиты к врачам, на анализы и на все такое. Как это ни печально, но так всегда. И жизнь докажет тем, кто считает, что это не так, и лучше экономить на своем здоровье сегодня, чем быть здоровым завтра. Я серьезно говорю о том, что лучше сегодня реально уделять внимание и быть щедрым к своему здоровью. Ведь ни к чему-то, к своему. Просто себя нужно любить, нужно уважать, нужно понимать, что необходимо вашему организму для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. И для того, чтобы ваш организм, он был благодарен вам за то, что вы даете ему хорошее топливо для жизни, за то, что вы уважаете его и любите. Я просто любитель попробовать всякую разную воду. И я знаю, что мой муж, он будет смотреть это видео. И я знаю, что вот он как раз-таки поймет, о чем я говорю. О том, что я, наверное, перепробовала уже половину точно всей воды, которая, в принципе, продается на нашем рынке сегодня. И это не Шишкин лес, это всякая разная вода. Вот у меня здесь есть Highland Spring. Она, кажется, добывается в Шотландии. Да. Она также обогащена минералами. И земля, с которой она добывается, она с 1503 года была признана нетронутой человеком. То есть вы представляете, я понимаю, как она может быть нетронутой, если там добывает воду. Но, наверное, что-то это значит. Вот ты пьюш эту водичку, думаешь, как здорово. Ее в Шотландии разлили, я ее попил, мой организм сказал мне спасибо. Или San Benedetto. Фризанте. В общем, я не умею по-итальянски читать. Но эта вода, она немножко, она газированная. Газированную воду я не очень люблю, но все равно. Это вода итальянская. Не имею ничего против Италии. Попробовала воду, попила, ну, рада, довольна. И, опять же, все для себя, любимый. И ежедневно я выпиваю вот Эвиан. И это как бы, так сказать, предано этой воде. Я пью Эвиан. И вам советую. Я благодарю вас за просмотр. Я знаю точно, что это видео принесло вам пользу. И если вы прислушиваетесь к моим советам, то поверьте мне, потом вы будете благодарны сами себе за чрезмерную для кого-то может показаться бдительность. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok